This is a new Locke Avenue for local trains. The next stop is Atlantic Avenue. Stand clear of the closing doors, please. И животрепещущий вопрос, где стоит Пучини вот в этой вот пирамиде великих композиторов на каком месте, на каком он уровне? И есть мнение, дамы и господа? Ну, стало быть, как я ранее обещал, перед тем как приступить к раскладке третьего акта Тоски, пару слов о предшественниках и последователях. Значит, последователи называются они Пучиниисты. Был такой Иван Иванович Савертинский, период между войнами, лектор такой, серьезный мужик, у которого я, кстати, взял это не возражать. Вот он придумал вот слово Пучиниисты, может не он придумал, что-то другое придумал, но он об этом много говорил, кто такие Пучиниисты. И говорил, что самым ярым Пучиниистом во всем мире на настоящий момент является вот сам лично Имра Кальман. Не возражать! Последователей и прямых, и косвенных у Пучини было много, и сегодня существуют в музыке люди, которые последователи, последователи, которые, можно даже не слышать никогда фамилию Пучини. Ну, так получилось. Ну, вы знаете, есть знаменитый анекдот, который основан, в общем-то, на реальном случае, я предполагаю, какой-то виолончелист, что ли, ну, музыкант. Приехал в Милан на гастроли с оркестром, и вот, значит, он отпаздывал на репетицию, и ему пришлось взять такси, он схватил такси с инструмента, прыгал в такси, едут они по Милану, и у шофера, там, ну, где его там лицензии, название компании, у него там фамилия Стравинский стоит, и, значит, музыкант это заинтересовало. Он говорит, а скажите, пожалуйста, а вы не родственник композитору? А на что шофер говорит, знаете, мне этот вопрос задают, ну, раз 20 в день, я устал от этого вопроса. Фамилия Стравинский не моя, это фамилия хозяина компании, моя фамилия никакого отношения к музыке не имеет, моя фамилия Пучини. Когда речь о Пучинистах в России, первое имя, которое сразу приходит в голову, это, конечно, Дунаевский. Дунаевский много чего писал разного, он и джазист был, он и песни писал, и он писал также оперетты, он, где-то он на грани гения, всегда балансирует вот около Дунаевский. У него такое, когда слышишь Дунаевского, всегда такое ощущение, что над головой синее небо, солнечный день. Такая у него музыка. Он блистательный, конечно, композитор в своем роде, в своем духе, он много интересного написал. Поэтому, даже не будем на это фокусироваться, но некоторые его песни, которые в народе стали петь, и за столом в компаниях стали петь, не по телевизору, а именно за столом в компаниях, и до сих пор многие помнят, эти песни, они для вот такого домашнего хорового за столом пения, они слишком сложные, в них мелодии, они, ну, оперной сложности. И заслуга Дунаевского в том, что он смог, в принципе, приучить простых людей, не поклонников оперы и не утонченных эстетов, и вообще людей, которые оперов никогда не слышали, петь вот именно такие мелодии. Обычно такие мелодии народом целым, массами отвергаются. Дунаевский приучил, у него много есть вещей о полутонах, а в современных исполнениях песен Дунаевского это все как-то ушло и не слышно. Вот я слышал недавно, ну, знаете, марш энтузиастов «Нам нет преград на море и на суше» в исполнении вот большого оркестра, и солистом был Иосиф Кобзон. Это, во-первых, не Дунаевский уже какой-то стал. Странно, что этот марш энтузиастов страшный зачем-то. И это, конечно, уже не пучинь, там ни пучинь, ни Дунаевского нет в этом исполнении. На самом деле, на самом деле, марш энтузиастов звучит так. Вот, вот, к сожалению, плохие записи, плохой звук в фильмах в этих, и ни у кого почему-то не доходит руки восстановить этот звук, хотя с нашими технологиями сам Бог велел восстанавливать такие вещи. Они же уникальны по-своему. Вот, послушайте. Песня «Нам нет преград на море и на суше» Может, еще не узнали, что пучинь где-то обитается во всем этом? Вот вам тогда вступление к этой песне прямо из спины взято оркестровое, послушайте. И вы сразу поймете, откуда оно вышло. А дальше там, ну, песня «Товарищ», очень пучиниевская, очень. Послушайте. Песня «Нам нет преград на море и на суше» Ну и, наконец, знаменитая, всеми любимая, обожаемая, с торжественным лицом исполняемая песня «Широка страна моя родная». Песня «Нам нет преград на море и на суше» Ну, это совсем просто. Есть такая у пучини ранняя вещь. Я не рекомендую ее слушать тем, кто еще не привык к эстетике пучини, к звучанию пучини. Она называется «Манон Лиско». Очень ранняя вещь, и вот в ней есть вот такой вот пассаж. «Манон Лиско» «Манон Лиско» Помимо Дунаевского, обратимся теперь к джазу. Джаз это такой символ первой половины 20 века. Движение родилось якобы самостийное. На самом деле в джазе пучини очень много. Ну, главные короны стандарта, как называемые джазы. Один из главных, там, это «Караван», конечно, песенка. «Манон Лиско» Ничего не напоминает. В первом акте мы слышали доски «Арию Коврадоси» и «Вступление», которое потом дается лейтмотивом «Всплывай» иногда в этой арии. Помните? «Караван» Не обязательно, значит, «Караван» сам, ну, эта песенка «Караван» не обязательно взята прямо оттуда. Просто эстетика пучини и задуматься только. Вот автор «Каравана» изначальный, он родился в Порто-Рико, в 20 лет приехал в Соединенные Штаты, играл в оркестрах разных джазовых джазбангах и так далее. Но изначально я думал, когда я не знал его биографии, что, ну, это общая эстетика. Начало 20 века, а родился он в 900 году, год премьеры Тоски, начало 20 века, оно все было пронизано музыкой пучини. Естественно, она была у всех на слуху, не слуху, не нужно было ходить в оперу даже, чтобы проникнуться общей эстетикой и писать под влиянием. Но с «Караваном» оказалось дело еще проще. Его автор, оказывается, у него отец был музыкант, и автора он учил музыки, после чего автор подвязался в разных джазбандах, оркестрах и, в частности, в оркестре оперном. Вот такой «Караван». Ну и далее самый ярый пучинист по выражению соляртиинского, да, Имра Кальман, эстетика Кальмана. Вот «Принцесса цирка», например. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Помните такую вещь? Вот королева Чардаша, она же известна как Сильва. Прекрасные мелодии Кальман, он роскошный мужик. Послушайте. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так же как и пучинисты в общем-то почти все, Кальман точно никогда не занимался заимствованием Потому что не нужен такой большой талант, такой мелодический дар, ни к чему Но Пучини всегда прислушивался к новым течениям в музыке И если находил там интересные приемы, которые годились ему в его музыкальные драмы, в его оперы Он тут же их спокойно брал, обрабатывал по-своему и применял И больше всего из всех композиторов своих предшественников и современников Пучини, конечно же, обязан Вагнеру Не только, конечно, Пучини, мы вообще человечество театральное, любящее вообще-то, любящее в театр ходить, оперный или неоперный И многим обязаны Вагнеру в этом смысле тоже, потому что, например, вот вы сидите в зале И сразу вот-вот, вот скоро начнется спектакль или опера и гаснет свет Вы знаете, до Вагнера не тушили Это Вагнер придумал тушить свет во время представления Чтобы была видна только сцена Оркестровую яму, куда убирается оркестр, чтобы его не было видно во время представления Придумал, опять же, Вагнер Показательно, вот, то, о чем мне вообще-то раньше нужно было сказать в этом видеорассказе Изначально, как описывает это представление, зрелище, слушание Марк Твен В записках своих, заметках разных, называет Байройт, мемориал святого Вагнера Он описывает представление таким образом, значит, вот, вот, аудитория Все сидят, и вагнеристы, и приезжие, а зал всегда там полный, набитый битком Вот, гаснет свет, и полная тишина, и почти полная темнота Только вот из оркестровой ямы маленький лучик, это вот, свечечка, не знаю, чего горит У дирижера на пюпитре И все, почти полная темнота и полная тишина И вот тишина-то длится минуту, две, три Абсолютно полная тишина То есть, вот, люди приготовились, все свои побочные мысли оставили в стороне И из оркестровой ямы потом медленно начинает подниматься, рождаться музыка, которая затягивает тебя Погружает тебя в другой, иной мир, который живет по иным законам, сценическим Ты втягиваешься, вот, проникаешься всем этим Это все придумал Вагнер Да вот, оперы Пучини заслуживают такой же, как и все оперы Вагнера тоже И сегодня заслуживают такой же конструкции Внимание, дамы и господа Я хочу вас предупредить, что Пучини нельзя слушать в полуха Нельзя отвлекаться Если вы начали слушать оперный акт, выключите телефоны Ничего нового вам по телефону не скажут Выключите телевизор, закройте все двери Ни на что не отвлекайтесь И вот тогда вы поймете В противном случае, если вы будете думать о том о всем При свете Разглядывать предметы посторонние Ничего не будет Кайфа, не получите Так Вагнер повлиял вообще на всех Конкретно на Пучини, как композитора Вагнер повлиял несколькими вещами Ну, во-первых, миристы все, они взяли у Вагнера Бесконечную мелодию, которая не кончается Действие продолжает быть всегда Вагнер даже писал вот в программках, наставил, что в программках оперной, которые получает человек при входе в оперу, писали, что, пожалуйста, во время действия никаких аплодисментов Вот упадет занавес, конец акта будет, вот тогда, пожалуйста, аплодируйте А действие прерывать не нужно, потому что теряется волшебство Это магия Сцены Действия на сцене Нельзя это прерывать Пучини прерывают Вагнера не прерывают, все ли говоря, до сих пор В большинстве постановок Пучини прерывают часто Ну, так принято, итальянец, он сам не очень против этого протестовал И потому что делать Примерка, все были в Италии, итальянская публика, она очень такая эмоциональная Если он красивый, или она красиво спела Спел, все, надо аплодировать, все хоть застрелить Поэтому часто по этой традиции, из-за этой традиции Чего там сразу после арии, или дуэта, или трио, или в конце этого трио Не слышно, потому что заглушается хлопанием И эти фрагменты, моменты музыкальные Некоторые из них совершенно гениальные Можно услышать только в записи Так получилось Ну и, значит, система лейтмотивов, естественно Это придумал всю сетку лейтмотивов Которые то там, то там играют Изображают героев, действия, чувства, предметы и так далее И они по-разному звучат в разных местах оперы Это сетка вся Которая продолжает Хорошего слушателя Внимательно послушать, или мертвая хватка держать Постоянно его в действии держат слушателя Эту сетку придумал Вагнер Кучини у него взял, как и все веристы Остальные, просто себе Чайковский, кстати говоря, тоже, но в меньшей степени Чайковский был не верист Обычный романтик От оперы Было такое движение в опере, называлось романтизм Как раз между грант-оперой и веризмом Оно совершенно официально так называется романтик И два главных романтика считаются Безе и Чайковский В Безе с некоторых пор я серьезно разочаровался Когда стал копать и узнал, что у него в Кармен Большинство мелодий заимствовано Это нехорошо, это не дело А Чайковский, он Чайковский, да Это сила Ну так вот, эстетика, помимо лейтмотивов Действия бесконечной мелодии Просто эстетика Вагнера очень Не скажу похоже на веристов, а на предтече веристов Там уже наметки все на веристскую оперу есть И на пучине Но это надо хорошо В наше время, когда столько информации кругом И остались таких разных источников Это сразу разум не ухватить Нужно хорошо вжиться В наше время сперва веристов Нужно пройти через пучине Полюбить пучине И после этого, если вы У вас все его мелодии будут торчать в голове все время И вы все время будете их напевать После этого, если вы начнете слушать Вагнера В частности, Кольцо И в частности, опера Валькирия Первый акт Вы обалдеете, насколько там многое близко К тому, что будет у пучине Так же, как и третий акт Зигфреда Начиная вот с того момента Третьего акта, когда Зигфред будет в Брунхилду Она там просыпается у него Она была дочь Вот она, бессмертная Стала смертной Лежал 20 лет в поцеплении огня Он ее разбудил, Зигфред И они поют вот такой у них диалог Дуэтом не назовешь, потому что слишком длинным дуэтом И муниционные почти не поют Там много мест Мест там, где слышим будущее Опять же пучине Вот такой вагнер Ну и вот-вот кусок фрагмент Из Валькирий Первого акта Весенняя песенка Довольно известная Менее известная, конечно Чем Сердце красавицы Но тоже ничего И звучит это так Послушайте На слух Сколько там пучине Короткий фрагмент Пучине там во всем акте Послушайте Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не нужно для этого обладать оперным голосом Потому что поешь для себя Но когда начнете это воспроизводить Вы лучше это поймете Это сознает такой feedback loop Обратную связь Если просто слушать и пытаться понять Ничего не будет опять же Нужно, нужно петь Потому что человек, животное поющее Так получилось И ничего сложного Можно Здесь кстати в пении В этом, как я уже ранее говорил Очень помогают тексты Либретто на родном языке Но мне приятно это напевать И вам будет приятно Попробуйте, дамы и господа И я вам гарантирую Что вы влюбитесь в музыку Пучини Ну и главное, основное условие Дамы и господа Это, конечно же, алтарь и крест Для хорошего понимания Опер Пучини А также опер Вагнера и Верди И Чайковского Алтарь и крест Так получилось Ну, для восприятия любого искусства В принципе, это хороший плюс Алтарь и крест Недавно я видел запись С русского телевидения Передачи Известной, очевидно, в Москве, в России Что, где, когда Где знатоки играют против зрителя Мне было невероятно стыдно Как человеку с русскими корнями Что команда знатоков Эрудитов Глядя на картинку И этим знатокам было сказано Что картинка написана На ветхозаветный сюжет Оказывается, знатоки Вот вся группа знатоков Не знала разницы Между ветхим Заветом И новым заветом Им было сказано Ветхозаветная история И кто-то из знатоков Предложил Иоанна Крестителя Что на картине изображен Либо голова Иоанна Крестителя И Соломея Либо еще что-то в этом духе То есть, по верхам Они что-то знают Что-то помнят Они не знали Что это новозаветная история Ну-ка, Иоанн Креститель Иисус Христос Это новый завет Ветхий завет Это бытие Исход Второзаконие Пророки Экклезиаст И прочее И прочее Это Ветхий завет А все, что касается Иисуса Христа Это новый завет И вот знатоки Сидящие там Не знали этого Но С таким Пониманием И с таким подходом К делу Конечно Эти знатоки Никогда Не воспримут Никакую хорошую музыку Это им не дано Потому что сначала Нужно основу постигать Ну и стало быть Третий акт Тоски Начинается В традиционных постановках На крыше Замка Святого Ангела Касательно Инноваций Заферелли